Единственная дочь разведенной матери – заведомо проигрышный вариант для отношения любого рода. С этим клеймом Ольга носилась всю жизнь, старательно отвергая любые возможности наладить личную жизнь. Не то, чтобы она сама этого не хотела, просто обстоятельства всегда складывались так, что каждого представителя мужского пола девушка напрягала своим порой неадекватным поведением, доказывая, что она ничем не хуже других девушек из полных семей. Одно ее знакомство и свидание со случайным знакомым закончилось катастрофически. Парень, едва услышав, как она нудно и обстоятельно рассказывает историю своей жизни, делая акцент на том, что полная семья – это не пуп земли, молча встал и ушел. Однако на прощание он посмотрел на нее и задумчиво проговорил. Цитирую. «Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите. Предупреди меня, если случайно окажешься поблизости, чтобы я успел притвориться мертвым или сбежать». Внешность Ольги была, что называется, на любителя. Она не была полной, но в ее движениях не было намека на женственность или грациозность. Все жесты были с чрезмерно выраженной амплитудой. Если Оля махала руками, это выглядело со стороны так, будто она пыталась изобразить ветряную мельницу. При ходьбе девушка сильно косолапела, сутулилась и глядела слегка из-под лобья, что производило не самое приятное впечатление. Один из остряков, староста курса Сергей, как-то сравнил нос Ольги со сломанным каблуком. Это сравнение всем пришлось по вкусу, но скандальный характер девицы быстро заставил однокурсников отказаться от использования подобного эпитета. Ольга могла кричать очень даже громко и при случае не стеснялась распускать руки. Учитывая, что ростом она была не маленькая и далеко не хрупкого телосложения, с ней предпочитали не связываться. Другой характерной особенностью ее внешности были маленькие поросячьи глазки, расположенные очень близко друг к другу, и всегда растрепанная прическа. То есть ее обладательница старалась сделать себе красивую укладку, но пользоваться феном и расческой у нее не очень хорошо получалось. За все годы учебы девушку никто не видел с нормальной прической. И ее обесцвеченная челка, торчащая в разные стороны, часто служила предметом для закулисных шуток. «Ой, сегодня наши Грымзы опять при параде!» – посмеивали студентки на лекции, видя, как Ольга с озабоченно сердитым видом проскальзывает на свое место. Привычным в ее поведении всегда были хмурый взгляд и недовольное выражение лица, даже когда она пыталась сказать что-то приятное собеседнику. Особенно Ольга не переваривала другую девушку со своего курса – казашку Саули, которая тоже была из неполноценной семьи и ни капли не парилась на этот счет. Саули была примерно одного роста с Ольгой, но отличалась артистизмом и умением четко выражать свои мысли. В своей школе Саули была одной из лучших и не потерялась на фоне сокурсников, которые единодушно признали ее математические и логические способности. Девушку нельзя было назвать стройной, но она была очень пластичной, гибкой и развивала сумасшедшую скорость во время бега на короткие дистанции. За ней даже парни с трудом могли угнаться. Поэтому никто не удивился, когда вместо занятий по физвоспитанию Саули отправили представлять университет на студенческих соревнованиях. Пока остальные носились, сломя голову по всему залу, Саули спокойно читала книги, что выводило Ольгу из себя. «Расселась, сволочь, пока мы тут нормативы сдаем. Почему все так несправедливо? А ты умеешь бегать, как она?» – осаждали ее другие девушки. «Как научишься, составишь ей компанию. А пока сиди и лучше держи рот закрытым. Зубы целее будут». Ольга считала несправедливым, что Саули легко находил общий язык с другими студентами и преподавателями, не стесняясь иногда вызвать у последних шоковое состояние своими заявлениями. Однажды преподаватель по правоведению, имевший дурную привычку опаздывать на занятия, отказался пускать Саули с ее группой на уличное интервью. Будущие социологи должны были прийти на указанное место в городе и собрать ответы у определенного количества граждан. Саули была назначена ответственная заявка и пришла отпрашивать у преподавателя однокурсников, которым не терпелось уйти пораньше с очередной нудной лекцией. «Владимир Олегович, вот список тех, кто должен сегодня выйти на уличное интервью. Пожалуйста, не ставьте нам НБ, а то нас к сессии куратор не допустит», – обратилась девушка к преподавателю, который, снова опоздав, выглядел несколько раздраженным. «Почему я не должен отмечать отсутствующих?» – высокомерно обратился он к Сауле. «Если вас не будет, это не мои проблемы, как и ваши допуски на сессию. Вовремя надо приходить на занятия, только и всего». «Извините, Владимир Олегович, а требование вовремя приходить на занятия касается только нас или вас тоже?» – спокойно спросила Саули, глядя преподавателю прямо в глаза. «На моей памяти вы еще ни разу за этот семестр не пришли вовремя, хотя идете из соседнего корпуса, расположенного в двух минутах ходьбы от нашего. Хорошо еще, что декан к нам ни разу не зашел, а то у всех были бы проблемы». Правовед из Бледного стал Пунцовым и выдавил из себя. «Ладно, я вас понял. Давайте ваш список». Однокурсники после этого при виде Саули начинали смеяться. «Саулеша, ты просто невероятный кадр. Такое сморозить его величеству!» Девушка лишь отмахивалась. «Пусть не борзеет, как будто мы по своей воле должны были туда тащиться». Ольга однажды под предлогом того, что хочет помочь Сауле донести учебники, увязалась за однокурсницей в факультетскую библиотеку. Улучив момент, она вырвала у девушки из рук книги, а саму Сауле оттолкнула к стене. «Ты что тут, самая умная, что ли? Что ты все время выпендриваешься? Куда не пойдешь, везде ты, как будто кроме тебя больше никого нет. От таких выскочек обычно избавляются. Ты меня поняла?» Сауле стояла перед Ольгой и спокойно смотрела на нее. «Испугалась, вот от шока ничего и не соображает», – решила Ольга и протянула руку, чтобы схватить однокурсницу за волосы. Однако ей пришлось замереть, встретившись взглядом с противницей. Судив глаза и приняв стойку, Сауле предупреждающе покачала головой. «Олечка, я тебе очень не советую поднимать на меня руку. Без нее останешься». Ольга застыла, ведь в глазах Сауле она не увидела того страха, на который рассчитывала. Тем временем сокурсница продолжала. «Давай так, мы расходимся, словно ничего и не было. Если я скажу хоть слово, тебя порвет весь курс. Ты всех реально достала своим нытьем и тупостью». «Я не тупая», – закричала Ольга, на что Сауля лишь скептически усмехнулась. «Ты не так поняла. Ты хорошо учишься, Оля. Но понимать людей ты так и не научилась. Что ты постоянно ноешь и жалуешься на несправедливость, если у кого-то получается делать что-то лучше. Я иногда смотрю на тебя, и кажется, что ты – это ходячее воплощение всех несчастий, которые только могут свалиться на одного человека. Лицо такое, словно у тебя все время болит желудок или туфли сильно жмут. Ты злословишь про девушек, у которых есть парни. Чем тебя их личная жизнь не устраивает? Ты своей займись для разнообразия. И не надо врать, что вокруг тебя армия поклонников бегает». «С таким выражением лица, как у загнанной лошади, готовой всех убить одним взглядом. Наверняка рядом с тобой нет никого». «Что ты всем рассказываешь сказки, если тебя никто об этом не просит?» Ольга замерла, ведь каждое слово ее оппонента больно било по ее самооценке. Вот как они все ее воспринимают. Ничего она им всем покажет, когда добьется успеха. Однако, прежде чем Ольга успела подумать, с ее языка снова сорвались заезженные слова. «Ты так говоришь, потому что мне все завидуют. Все. И ты тоже. Вы меня ненавидите за то, что я такая». «Ты слишком льстишь себе, тебе не кажется?» Взорвалась Саули. «С чего бы нам тебя ненавидеть и тем более завидовать? Сходи лучше к психиатру. Наполеон недоделанный. Таким, как ты, можно только посочувствовать. Никакого контакта с реальностью нет. Одни лишь домыслы и больные фантазии». Саули наклонилась, подобрала книги и скомандовала Ольге. «Уйди с дороги». Ольга сжалась и пропустила однокурсницу мимо себя. Она чувствовала себя очень несчастной и несправедливо обиженной, что постоянно прорывалась в ее поведении. Вера, учившаяся с ней на одном курсе, но в другой группе, поняла, как можно с пользой для себя использовать фанатизм и неуправляемый характер Ольги. Вера стала дружить с Ольгой. И если ей надо было сделать кому-то гадость, она с круглыми от якобы удивления глазами сообщала своей подруге. «Ты представляешь, Светка сказала, что ты даже простые расчеты сделать не сможешь, типа у тебя мозгов на это не хватит». «А ты что?» Сушительница начинала раздувать от гнева ноздри. «А я сказала, что ей до тебя, как пешком до луны, по части расчетов». Ольге показалось, что такая преданность должна быть вознаграждена. Она подбежала к Светлане, схватила ее за ворот блузки и начала кричать. «Ты кто такая, чтобы говорить, что у меня мозгов не хватит? Я тебя сейчас как размажу, никакие мозги не соберешь». Света смотрела на нападающую с заметным испугом, но вмешалась Саули, которая резким движением перехватила руки Ольги и вывернула той кисти назад, заставив ее закричать от боли. «Успокоилась живо! Ты совсем с катушек слетела?» Подоспевшие сокурсники с трудом растащили девушек в стороны. Сергей был весь красный от злости, когда ему, как старости, пришлось писать объяснительную на имя декана. Из-за этой дубины нам сняли по одному баллу рейтинга. Декан сказал, что если мы не приведем ее в чувство, можем забыть про конкурс. В конце года курс планировал принять участие в конкурсе на лучшую студенческую работу, по итогам которой команда «Победитель» получала право на бесплатную публикацию и поездку на базу отдыха за счет университета. Там была прекрасная инфраструктура и лыжная трасса, о которой мечтали многие парни, включая Сергея. И теперь выходка Ольги поставила сам факт участия в конкурсе под большой вопрос. Ольга делала вид, что ничего особенного не произошло, однако у нее на душе скребли кошки при виде холодных взглядов сокурсников. Даже Вера, из-за которой начался весь сыр-бор, предпочла самоустраниться и отсела подальше на поточных лекциях. Когда Ольга пробовала сесть рядом с ней, реакция Веры была очень бурной. «Достала уже, идиотка! Что ты ко мне лезешь? Отвали, наконец!» Увидев, что на них смотрит весь курс, Ольга вскочила и выбежала из лекционного зала. Поправив на носу очки, лектор задумчиво проговорил. «Да уж, не все так ладно в датском королевстве. Страсти кипят, что называется, нешуточные. Однако мы отвлеклись. Продолжим, коллеги». Внезапно в коридоре раздались женские крики. «Ты что делаешь, ненормальная? Кто-нибудь помогите, эта дура хочет выпрыгнуть в окно!» Выбежав на шум, все увидели, как Ольга с перекошенным от ярости лицом стоит на подоконнике и отталкивает вцепившуюся в нее мертвый хваткой уборщицу, женщину лет пятидесяти. Сергей со своим закадычным приятелем Пашей стремительно помчались к Ольге. Они одновременно схватили ее за руки и рванули на себя. И Ольга с всего размаху шлепнулась на пол, придавив ноги уборщицей. Поднявшись, девушка начала рыдать и биться в истерике, так что даже парням пришлось не сладко, пока они удерживали ее на месте. Паша умоляюще посмотрел на однокурсников. «Народ, сгоняйте к медикам, пусть принесут успокоительные или что-то еще в таком роде. Может, психиатров вызвать? Все-таки попытка суицида только что была», – перешептывались девушки с сочувствием, глядя на Ольгу и помогая уборщице встать на ноги. «Тетя Маша, вы не ушиблись? Хорошо, что вы рядом оказались, а то страшно подумать, что могло случиться». «Ничего бы не случилось. Кому какая разница, жива я или сдохну. Всем на меня наплевать, я никому не нужна», – голосила Ольга, пытаясь вырваться из рук Сергея. Приехавшие медики сделали ей укол, потом посоветовали отправить девушку домой. На младших курсах родители всех студентов должны были прийти на встречу с руководством факультета, но Ольгину мать никто никогда не видел, поэтому Сауля и Паша вызвались помочь довезти Ольгу до дому, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Сауля даже предлагала. «А если мы у нее заночуем? Типа готовимся вместе и все такое?» «Саулеша, ты себе голову не забивай такой геройской темой, хорошо?» – усмехнулся Сергей. «Кто-нибудь видел, как выглядит мамаша этой неадекватной личности? Вдруг она еще хуже? Ваша задача – довезти ее до дому, провести там пару часов и убедиться, что у нее все нормально. Можете даже видео отправить, что она жива-здорова». С сомнением качая головой, Паша отправился вслед за Сауле, к которой он всегда был неравнодушен. Однако, боясь остренького язычка и непредсказуемого характера предмета своих воздыханий, Паша только крутился поблизости и предлагал свою помощь, что тоже вызывало слезы зависти и негодования у Ольги. Ей самой нравились и Паша, и Федя, и Алекс – самые популярные и симпатичные парни на курсе. Но никто из них ее в упор не замечал. В лучшем случае они могли бросить небрежный привет или пройти мимо, хотя при виде Сауле сразу улыбались и старались придать себе молодецкий вид, чтобы не заработать эпитет вроде депрессивного шкафа, которым девушка однажды наградила Федора. В тот день Федя, самый высокий и мускулистый из всей троицы, поссорился со своей девушкой и сидел мрачнее тучи. «Привет!» – жизнерадостно поздоровалась с ним Сауле, проходя мимо с журналом группы в руках. Федя фыркнул и отвернулся, на что девушка решительно подошла к парню и поинтересовалась. «Ты давно перестал здороваться? Федя, что не так?» «А что так?» – зло ответил Федя. «Ну нет у меня настроения с кем-то здороваться. Чего пристало? Слушай сюда, депрессивный шкаф модели «Федя сегодня не в настроении, версия хрен знает какая. Даже если ты умираешь от депрессии и не хочешь здороваться, не будь хамом, а то все разбегутся». Сауле хлопнуло его, что было силы, по широкой спине увесистым журналом, и мило улыбнулась. «Ну как, полегчало?» От неожиданности парень замер и густо покраснел, затем расхохотался. «Ну ты даешь! Извини, с тобой я всегда буду здороваться. Так-то лучше!» – с милостью велась Сауле и строго сказала. «А почему не здороваешься?» «Здравствуй, Сауле!» Федя в шутку вытянулся перед ней, на что девушка ворчливо заметила. «Ты там это, дверцу нижнюю прикрыть не забудь!» Переведя взгляд ниже, Федя покраснел еще сильнее, чем минуту назад. Ширинка была расстегнута. Грохот в аудитории был такой, что из соседнего кабинета прибежал преподаватель. «Социологи, можете вести себя потише? Или докладную написать?» Вспоминая эту историю, Паша шагал рядом с Сауле и тихо улыбался про себя. Все-таки у нее чувство юмора и умение поставить человека на место – это что-то, думал он украткой, бросая взгляд на девушку. Рядом с заплаканной Ольгой, лицо которой выражало крайнее недовольство и готовность продолжить жаловаться в любой момент, Сауле выглядело какой-то слишком довольной жизнью. Когда они пришли домой к Ольге, та с несчастным видом достала ключи и вошла в подъезд. Переглянувшись, Паша и Сауле вошли следом за ней и поднялись на второй этаж. При виде Ольги, которая с безразличным видом снимала обувь в коридоре, в дверях кухни появилась грузная женщина среднего возраста. «Ты почему так рано? Прогуливать начала?» «Нет, просто я себя неважно чувствую», – Виала ответила дочь и прошла в свою комнату. Она не стала звать с собой однокурсников, и те остались топтаться на пороге, прежде чем женщина заметила их. «А это кто? Свидетели Иеговы, что ли? Скажи, пусть уходит, нечего время отнимать у порядочных людей». Паша вытаращил глаза, услышав слова матери Ольги, однако Сауля оставалась невозмутимой. «Здравствуйте, Лидия Семеновна, мы однокурсники вашей дочери Ольги, она себя плохо почувствовала, и мы взялись проводить ее до дому. Взгляд женщины потеплел. Вот как? Хорошо, тогда проходите. Сейчас чай поставлю, пообщаемся». Она ушла ставить чайник, а Паша удивленно поинтересовался. «Откуда ты знаешь, как ее зовут? Знакомая, что ли?» «Слушай, Пашка, ты вроде парень не глупый, а вопросы задаешь», – закатила глаза Саули. «Мы с тобой куда шли? Надо же знать, как обращаться к человеку, которого раньше не видел. Я в журнале прочитала ее данные. Неужели непонятно? Все нормальные люди так делают, а ты нет?» Паша отрицательно мотнул головой. Он так не делал, потому что просто не додумался. Вышла Ольга, успевшая переодеться в обычные спортивные брюки и футболку. «Долго вы там стоять будете? Или заходите, или свалите отсюда?» Сауля шепнула парню. «Лично я не горю желанием тут оставаться. А ты?» Прежде чем Паша успел ответить, раздался голос Лидии Семеновны. «Эй, молодежь, мойте руки и за стол. Дважды просить не буду». Сидя за столом с матерью Ольги, Паша стал понимать, почему у его сокурсницы такой сложный характер. Лидия Семеновна тоже была очень чувствительна к вопросам социального неравенства и горячо доказывала своим молодым собеседникам. «Нет в мире справедливости. Вот чем я виновата перед другими? Я очень хорошо зарабатываю, но на меня и мою девочку все смотрят, как на людей второго сорта, представляете? У меня почти 50 тысяч долларов на счету в банке, оборот несколько миллионов в год, но я никому нафиг не нужна, потому что считаюсь одинокой разведенкой. Хотя у меня в подчинении несколько десятков мужиков на побегушках носится». «Все в мире от зависти идет. Вы знаете, сколько людей мне постоянно палки в колеса вставляют? Поэтому и учу Оленьку, никому не давай спуску, ты ничем не хуже остальных. Правильно говорю, доча?» Дочь лишь вяло жевала кусок пирога и запивала чаем и кивала. «Да, мам». Вежливо выслушав речи Лидии Семеновны, Сауля поднялась из-за стола. «Лидия Семеновна, Оле нужно отдохнуть. Не хотим вам доставлять неудобств своим присутствием. С вашего позволения нам пора. До свидания». Паша тоже попрощался и вышел, заметив, как женщина бросила на него оценивающий взгляд. Выйдя на свежий воздух, парень вздохнул с облегчением. «Уф, наконец-то, я уже боялся, что меня к стенке поставят и заставят подписать соглашение об отказе от своих мужских прав. У этой тетки не все дома, тебе так не кажется?» «Ну, задумчиво», — ответила Сауля. «Оле можно только посочувствовать. Она растет в таких условиях, что ей постоянно надо доказывать родной матери, что у нее есть на что-то право». «Слава Богу, что не у всех такие матери», — ответил Паша. «Пошли». Он проводил Сауля до дома, потом позвонил Сергею. «Мы эту Грымзу довели, у нее мамаша дома была. Вроде все нормально». «Понятно. А где Сауля?» «Тоже домой пошла. Я ее только что до подъезда довел». Когда Ольга получила диплом, с облегчением вздохнул весь факультет. Декан летал по коридорам с такой счастливой улыбкой, словно сорвал джекпот в казино на несколько миллионов. «Боже, наконец-то этот кошмарный курс выпускается. Одна черного чего только стоила». Судьба Ольги несколько лет оставалась неизвестной ее однокурсникам. Кое-кто слышал, что она продолжила работать в фирме матери, очень успешной предпринимательницей, но ни с кем так и не смогла найти общий язык, решив, что не хочет быть для всех просто дочкой начальницы, которая всегда и всем недовольна. Девушка не задерживалась ни на одном рабочем месте, потому что везде стремилась доказать свою исключительность. «Она действительно исключительная дура», — говорили про нее коллеги и знакомые. «Как только говоришь ей, что в чем-то с ней не согласен, сразу начинает орать и обвинять в зависти и желании сделать ей гадость. Кому и с какого перепугу это надо?» Когда Сергей узнал, что его бывшая однокурсница купила новое авто, громко объявил на встрече выпускников. «Я теперь рядом с проезжей частью дороги вообще ходить не буду. У этой ненормальной был зуб на меня. Еще переедет». Ольга очень болезненно отреагировала на отказ Сергея встречаться с ней. «Это только потому, что ты считаешь меня недостойной тебя? Потому что я дочь разведенной женщины?» «Да заткнись ты», — заорал на нее Сергей. «Причем тут развод? Мои предки тоже в разводе. И ничего, жизнь на этом не кончилась. Ты сначала винтики в своей голове приведи в порядок. Меня уже тошнит от твоих заскоков». Ольга познакомилась на новой работе с мужчиной, на добрый десяток лет старше нее. Как опытный манипулятор, он постепенно подчинил ее своей воле, и она не представляла себе жизни без него. Однажды он ушел, и Ольга не могла дозвониться до своего возлюбленного. Когда ей это удалось, через двое суток, он лениво бросил. «Ты хоть понимаешь, почему я не хочу больше быть с тобой?» «Нет», — со слезами на глазах ответила Ольга. «Ты слишком много чего хочешь. Ведешь себя так, как будто я тебе все время что-то должен. А мне такое не нравится. И тебе не мешало бы скинуть десяток-полтора лишних килограммов. Ты в последнее время похожа на ходячий танк». Ольга из всех его слов поняла только одно — вся проблема в ее полноте. После университета она безуспешно старалась похудеть. Слова любовника подтолкнули ее к радикальным действиям. Через полгода после этого разговора Лидия Семеновна на похоронах дочери принимала соболезнования от пришедших выразить их однокурсников, среди которых были Саули и Паша. Паша наконец-то решился признаться в своих чувствах девушке и был на седьмом небе от счастья, когда Саули согласилась выйти за него. «Я даже не знала, что у нее анорексия», — тихо прошептала Лидия Семеновна, вытирая уголки глаз платочком. Оля совершенно ничего не ела, превратилась в скелет. «Я ее даже не узнала, когда пришла навестить». Потрясенные ее словами, Паша и Саули молчали. Ольга так и не смогла понять, что некоторые вопросы при решении требуют куда больше работы над собой, чем кажется.